Дорогие девушки, мамы, бабушки, поздравляем вас с праздником. Оставайтесь такими же светлыми и чаще радуйте нас своими улыбками. А мы постараемся радовать вас в тверд. Не только на 8 марта. Вот так. Мы присоединяемся, конечно же, к поздравлениям. Чуть-чуть с опозданием, конечно, да? Нет, ну, нам простительно у нас в прямом эфире не выходили в 8 марта, поэтому все прекрасные наши зрительницы, мы вас любим, звоните нам. Мы работаем в прямом эфире. Да, Людмила, ждем от вас вопросов. Мы вас поздравим, да, лично поздравим тогда уже. Звоните, звоните. Поздравляем всех. Как вы поздравили своих, так скажем, расскажите, ребят. Давайте сначала поздороваемся. Всем мы желаем успехов. Это Дон Футбольный, уважаемые друзья. Вместе с вами будем 40 минут. Как всегда, в прямом эфире. Привет-привет. Лёва спросил, как мы поздравляли своих девушек, жен, да? Это он спросил. Это я спросил. А, ты спросил, Вань, да? Нет, ну, я думаю, все отлично поздравили. И не только жен, и девушек, и мам, конечно же, поздравили в своих коллекциях. Вы дарили носки там или что-то какие-то принадлежные? Женщинам носки, Лёва, как-то не очень дарили. А что дарили? Я дарил свою любовь, Лёв. Я в твоем стиле ответил. А это самое ценное, что у меня есть, да? В прямом эфире 200 ровно 2515. Телефон прямого эфира. Звоните, пообщаемся на любые темы. Сегодня будет интересно, кстати, так что можно очень... Также у нас в WhatsApp-чат есть 8 928 100 ровно 3042. Наши постоянные зрители, наверное, уже знают этот, выучили этот номер, пишут. Ну, для тех, кто не знает, пожалуйста, на ваших экранах вот сейчас был. Пишите, не звоните. Да, и у нас будет возможность у нашего крутого гостя выяснить, точнее у вас, друзья, выяснить, что же он подарил своим женщинам. Ну что ж, представляем, да? И не только эти вопросы. Представляем, да, быстрее. Виктор Корбан, ветеран футбольного клуба СКА. За армейский клуб СКА нападающий провел 279 матчей, которых забил 68 голов. Рады видеть. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо большое. У нас сегодня даже в студии оборудована ваши цвета. Ваши цвета. Спасибо большое. Виктор Николаевич, первый вопрос. Вот мы сейчас посмотрели в начале ролик, где команда СКА поздравляет в Ростове, на улицах Ростова, всех девушек, женщин. А вы так же ходили? В вашу бытность игрока. Ну, это очень хорошая акция. К сожалению, в нашу мы не пропагандировали такого. Но мы все равно поздравляли своих любимых, обязательно мам, родственников с этим прекрасным праздником весны 8 марта. Ну, а как? А в этот раз не присоединились? В этот раз, конечно, поздравляли. Только я сейчас работаю в училище Олимпийского резерва, и свой любимый коллектив всех наших женщин мы с тренерами поздравили от всей души, подарили им цветы, шампанское, конфеты. И свою любовь. Ну, конечно. Любовь, которую мы дарим, да? Получается, остальные цветы и конфетка. Много женщин у вас работают в училище? Ну да, у нас очень огромный коллектив. В основном, конечно, это женщины. Это преподаватели, воспитатели, служба быта, чистоты. И наш такой маленький коллектив тренеров. Там, конечно, больше преобладают мужчины. Но в этот день... Ну, кого больше вообще в коллективе? Мужчин или нет? Нет, женщин. Ну, это процентное соотношение 15 на 85. О, ну, вам было тяжеловато, мне кажется. Ну да, с шестого до восьмого мы этим и занимались. По многу, по многу скидывались, наверное. А в отделении футбола? В отделении футбола у нас три тренера. Девушки, да? Нет. А, все мужчины. Все мужчины. Все сразу девушки. Все мужчины, да. Ну, мало ли. Нет. Да, пока что нет. А тренируете девушек? Ну, в училище Олимпийского резерва футбола нету женского. Только мужского. Мужского, да. Что вы нам принесли? Расскажите. Ну, я хотел вам в подарок принести маленький презент. Вымпел нашего. Давайте-то покажем. Вот так вот. Вот, дорогие друзья, замечательный вымпел. Ростовское областное училище Олимпийского резерва. Куда-куда-куда-куда? Вот, на первую, на первую. Все, покажем. Все, покажем. Женщине или первому дозвонившемуся? Ну, я хотел подарить студии, но если вы предлагаете первому дозвонившемуся, я думаю, давайте так и сделаем. И пусть это будет женщина. Да. А если мужчина дозвонится? Не будем брать трубку? Нет, ну, у нас там Лиза Чернова может взять трубку, да, все-таки. Я пока положу вот сюда, вот он на красном фоне, синий-красный. Так что, вот, звоните в очень ценный, хороший приз. Сразу тут вопрос, но, наверное, не к вам будет адресован, Виктор Николаевич. Добрый вечер, как здоровье Чистякова? Мы еще поговорим об этом, на самом деле. Да, но пока можем сказать, что пока в общей группе не тренируется наш защитник, но вроде бы как с ним все в порядке. Более-менее. Ну, пожелаем ему здоровья, быстрейшего выздоровления. Потому что, ну, столкновение было такое довольно странное. Ну, я на себе просто испытал это. Есть такое, да? Все брови зашиты, шесть сотрясений мозга, поломан нос, поэтому это мне все... В том числе от своих получали? От своих прилетало, конечно. Когда идешь, борешься до конца, ну, бывает такое. Давайте к СКА вернемся немножко, да? Как вам СКА, сезон, нет, межсезонье? Межсезонье это просто великолепно. Конечно, где команда провела в Турции, на Кипре такие сборы, это большой плюс. Шикарные условия, поля. Прекрасные соперники, команда из ФНЛ. Ну, что только можно желать. Я думаю, после таких сборов нужно максимальное количество очков набрать. Вот сколько возможно, максимально набрать. А сколько возможно? Ну, у нас сейчас 18 игр, 25 очков. 12, значит, игр осталось. 12 на 3. 36. 36 надо набирать очков, и в тройке спокойно будем спать. Если так, турнир на таблице, то у Волгаря 47 очков. Ну, а у нас 25. Волгарь на первом месте идет. Можем все-таки дойти? Ну, тяжело будет догнать, конечно, первое-второе место, но в трое за тройку, если 100%. Черноморец, 33 очка на третьем месте. Вот Черноморец можем и обязаны догнать. Владимир Иванович из Новочеркасска до нас дозвонился. Вот, Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ваш вопрос. Ваш вопрос. Владимир Иванович, это я не первый раз судяю республиканской категории. Я хотел бы немножко поговорить об игре Расуа с ЦСКА. Тот момент, когда счет стал 3-1, играют 11 на 9 и вдруг начинают играть поперек поля. Это я не пойму, указания тренера или просто опасаются чего-то, или сохранить счет. Вот это меня волнует. Ну, я думаю, вы сейчас обсудите этот вопрос. А еще у меня вопрос. Можно ли на телевидении на Ростовском показать игру «Чайки»? «Чайки». Вот она будет играть, по-моему, с омским авангардом. Ну, хотелось бы посмотреть жителям Ростовской области на команду «Чайка». Спасибо за внимание. И вам также спасибо за внимание к нашей программе. Вот, если честно, дай мне волю, я показывал бы Ростов, «Чай», «Куска», вообще все наши команды. Все футбольные клубы, почему бы и нет? Постоянно. Нет, ну все туры показывают. И первенство чемпионата Ростовской области. Там тоже крутые матчи. Да-да-да, так что мы бы с удовольствием, но, к сожалению, от нас это не зависит. Можно вопросик, Виктор Николаевич? Вопрос от меня. В этом межсезонье команда очень сильно омолодилась, как я понял. Ну, не омолодилась бы, а 8 новичков пришло. Среди них даже 16-летнего подписали, новичка. Да, это воспитанник Академии имени Понедельника, да, 2003 года рождения. Все-таки курс идет на местных футболистов, да, в СКА? Ну, всегда так было, что в наше время у нас практически 90% состава составляли воспитанники донского футбола. К этому нужно стремиться, потому что, ну, это же наша команда. Галецкий же стремится, что у него все играли местные. У него уже 11 человек в заявке воспитанников, но и у нас нужно, чтобы не зря же мы работаем. Осуществимо это? Очень тяжело, но если работать, тренироваться, я думаю, осуществим. У нас WhatsApp, можно? Ну, чуть не на тему СКА. Добрый вечер, дорогие. Ну, наконец-то вы выходите, а то уж и надежду чуть было не потерял. С возобновлением сезона Игорь, однофамилец Льва. И следующий вопрос от него. Ну, и как вам ВАР? По-моему, очень даже интригующим становится зрелище. Прокомментируйте, пожалуйста, решение ВАР по матчу Ростов-ЦСКА, Игорь. Вот, может быть, вы прокомментируете? Ваши отношения к ВАР вообще тогда. И решения какие-то, возможно. Вот вчера играл Атлетика и Ливерпуль, там тоже был ВАР. Но все было в динамике, все проходило быстро. И у нас эти затяжки. Я считаю, что и Рюменко пенальти не забил, потому что вот очень долго этот просмотр длится. И Чалов тоже нервы сдали. Все-таки такой ответственный момент. Очень долго ходят, смотрят, думают. Это все-таки мне нужно, судьи должны быстрее принимать решение. Быстрее принимать решение. Очень-очень-очень долго. Мне кажется, как футболист, всегда интересно, кто-то играл на профессиональном уровне. Мне кажется, это очень сбивает. Конечно, это очень сбивает. Такая пауза громадная. Любая пауза, наверное, чуть сбивает. Особенно перед пенальти. У вас какие-то подобные паузы были? Как-то влияли они на пробитие? Вы подходите к 11-метровой? Тогда ВАРа не было. Нет, ПАУЗы в наше время были только, когда споры с судьей. Был пенальти или нет? Сразу вот это. Но ты тогда еще не знаешь. Да, ты еще. Страсти кипят, ты в игре. Потом, да, все-таки угомонились. Поставили мяч, да, пенальти. Ну вот это была заминка. Только спорили две команды с судьей. А если бы ваше время был ВАР, сильно бы поменяло на тактику, на игру команды, на результат? Нет. Ну, очень много было вот таких ошибок, когда мяч бьется о перекладину и залетает. Вот в этом бы помощь, конечно. Да, гол. Гол. Потому что сейчас это... Вот говорю, что вот я был за ВАР, когда вводили его, я говорю, и до сих пор у меня такое мнение. Гол и вне игры. Вот определение гола и вне игры. Вот мне кажется, это две позиции, которые должен ВАР. Остальное все субъективно. Ну и все, быстрее должны принимать решения. Тут еще один вопрос, да? Виктору Корбану следите ли только за армейцами или Сильмаш Чайка? Ну, как мы понимаем... Нет, ну я... Мой любимый клуб Скоростов, но слежу, конечно, как тренер за всеми командами Премьер-лиги и за Чайкой в том числе, где работает тоже прекрасный коллектив. Много ребят играли, и в том числе в нашей команде, это и Костенко, и Семакин, они были у нас в Скай играли. Конечно, слежу за этим самым и за всей Премьер-лигой обязательно. Ну, вот у нас еще один звонок, но перед этим хочу сказать. Вот нам сейчас только что сообщили, что звонила Людмила, наша постоянная телезрительница. И Людмила, если вы смотрите сейчас нас, позвоните еще раз. Потому что вот вымпел вас ждет, потому что вы первая самая были, когда мы еще здоровались. Она звонила, да-да-да. Так что вот... То есть судьи республиканской категории нет. Нет, мы же для девушек, да, хотели. Поэтому, Людмила, если дозвонитесь, вот вымпел вас ждет. Да, либо любая другая девушка, женщина. А мы слушаем Ивана из Ростова, на Дону, по-моему, да, из столицы. А вот, здравствуйте. Как у вас настроение? Я Иван из Чикагоского района. Передаю привет вам. Да, Иван, добрый вечер вам. Лев, Иван, Роман. Рад вас видеть снова. Да, спасибо. Виктор Корбан для вас. И, конечно же, да, Виктору тоже огромный привет. Я, кстати, рядом со стадионом скажу. Это отлично. Прям на Фурмановской? Нет, не на Фурмановской, а на Вятской. Вот так вот. Очень важная информация. Да, Иван. Мы с того марта на футбол 4 часа. Вот так вот. Можно так сказать. Иван, ну так вопрос-то есть? Позвонил, наверное, не просто так. В принципе, да. Ну, вживую в первый раз хотел позвонить вам привет и передать. Вопрос, да, есть. Вот, буквально, был в Москве на стадионе Торпедо. Вот там очень классное такое граффити. Лестница сделали парни. Увековечили там старых игроков. Воронина, там, Шустикова. Вот хотелось бы узнать, вот видели ли данное творение и вообще следите ли за выступлением Столичного Торпедо? Все. И участники, и ведущие. Спасибо. Спасибо большое, Иван. Да, звоните еще раз нам. Виктор Николаевич, ну, вопрос вам в первую очередь. Нет, ну, я слежу и за ФНЛ обязательно. За Торпедо. За Торпедо, но я знал, что смотрю, что они на первом месте шли. И вот, правда, вылетели из Кубка с очень таким счетом 5-1 большим. Для меня была такая... Достаточно удивительная. Удивительно, да. Ну, так слежу за Торпедо. Мне кажется, что они на чемпионат все-таки поставили. Есть ощущение. Все-таки на чемпионат. Да нет, ну, такой шанс выйти. А сколько лет Торпедо не было в высшем дивизии? Ну, много. Много лет, да? Ну, относительно чего? В российском чемпионате сколько лет? Сезонов 5, наверное, они отсутствовали. Я думаю, что даже больше. Больше. Есть ощущение, что 10 где-то, около 10. Ну, и тренерский дебют Торпедо. Сергей Игнашевич, да. Сергей Игнашевич, бывший армеец. Да, да, да. Ну, будем смотреть по окончанию сезона. Конечно, если команда решит задачу выхода в премьер-лигу, то этот дебют просто фантастический. Да, вот, в общем-то, я могу сказать, да, если и к ведущим тоже. Ну, я Торпедо, в принципе, и слежу за Торпедо, и, в принципе, мне нравится этот клуб, и нравится, куда он идет, так скажем, на данный момент. Лев, есть вопрос? Виктор Корбан играет за ветеранов СКА? Ну, вот, к сожалению, уже три года не играем, потому что, ну, травма коленок дает о себе знать. Нет. А так, до этого, до этого обязательно ездили во все города Ростовской области. Здесь чемпионат проводился до 35 лет. Да, раньше играл. Сейчас три года уже нет, к сожалению. 200 ровно, 25-15. Мы, как всегда, в прямом эфире по четвергам, Дон Футбольный. И номер WhatsApp'а 928-100 ровно, 30-42. Да, еще есть ряд вопросов. Расскажите о новой команде из Таганрога, Форт и Таганрог, кроме товарищеских игр и заявки одного игрока, данных о команде нет. Это первый вопрос. И на игре Ростова с Арсеналом будут пускать всех болельщиков или только 5000 человек? С локомотивом, наверное, ближайший игрок будет. Но пока только в Москве ограничили. Да, 5000 ограничений только в Москве. По другим регионам пока ограничений нет. Но это ограничения, я уже слышал, сегодня, допустим, Спартак с Уфой, ближайший домашний матч, они уже решили проводить без зрителей. То есть вообще без зрителей. Раз, 5000 ограничений, ну как бы как выбрать это, поэтому решили без зрителей. Ну а по команде Форта только мне известно, что тренирует Алексей Герасименко, наш знаменитый футболист в прошлом. Вот. И когда они собираются с лета, заявиться во вторую лигу. То есть у вас будет еще соперник земляки. Чайка была, да? Да это правильно. Раньше, когда у нас была вторая лига, играло 8 команд Ростовской области во второй лиге. Это Шахты, это Волгодонск, это Таганрог, это Красный Сулин, это СКА Ростов, еще был команда Источник. Вот. Тогда и молодые растут. Мы выпускаем каждый год училище Олимпийского резерва, спортивная школа СКА, ФШМ Ростов выпускает каждый год. Очень много молодежи. Им просто негде сейчас играть. Нам нужны команды. А теперь такая ситуация в Краснодаре, на самом деле. Такая вот ситуация. Тоже много команд по Краснодарскому краю. И вот жалко, что не в Ростовской области, на самом деле. Ну, все впереди. Вопрос Виктору. Если бы вас пригласили работать в СКА, сколько времени думали бы над предложением? Товарный вопрос. Ну, смотря на какую позицию, да, 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 должность, да. Должность, да? Должность, да, да. Каким тренером, да. Какие у команды задачи. Ну, конечно, я мечтаю работать в своей любимой команде. Так, Людмила до нас дозвонил. Добрый вечер вам, Людмила. Добрый вечер. Ну, вот ваш... Ну, как он в футболах, Матфоу. Это самые наши с этими играли в ССКА. Так. Там судейство очень интересное. Я хотел у вас спросить, как он. Я очень думала, что будет не в нашу пользу. Ну, было в нашу, да? Да, но почему-то получилось в нашу. И я вообще, конечно, вторым таймом осталась очень недовольна. Потому что они играли хуже, и за малым они не проиграли. Ну, смысл, ничего не сыграли. Было бы, конечно, очень обидно. Тем более предстоит локомотив первый тур. Мы, в смысле, первую часть чемпионата мы у них там выиграли. Вот какое ваше мнение? Как будет игра складываться? И, кстати, с вашим прошлым стадиседником я живу в одном доме. Вот так вот, да? Иван Васильевич Лях у нас был. Привет ему. Виктор Николаевич, ну, сейчас вы можете Людмиле вот что-то пожелать. Да, пожелать и сказать, что это вот ее. Наверное, каждый, да? Ну, конечно, да. Что пожелать? С выигрышем и... Да, да. И с прошедшим праздником. И с прошедшим праздником обязательно. Здоровья, любви, счастья. Это ваше. Это наша постоянная телезрительница очень активно участвует в нашей программе. Сюда задает вопрос. Огромное вам спасибо, Людмила. Да, да, да. Почаще звоните. Рады вас слышать всегда. Возможно, раз у нас достаточно много вопросов по второму тайму, вообще, как команда играла, может быть, послушаем кого-то из непосредственных участников. Давайте сейчас, хочу чуть-чуть перерыв немножко футбола сделать. Небольшой конкурс для Виктора. Не футбольный? Кулинарный будет? Нет. Поединок. Не кулинарный, но все-таки конкурс. Вот, Виктор, вы помните, сколько вы забили голов в 2001 году, когда команда поднялась из второй лиги в первую лигу? Вот в тот сезон, когда она поднималась. Да, помню. Не очень шло, по-моему, четыре мяча. Четыре мяча, все верно. Да. И вот сейчас мы на экран вы видим, вот, на самом деле, вот в каких турах, в каких числах это все происходило. Вот. А видео мы не нашли, к сожалению. Да, и предлагаем вам назвать, ну, приблизительно хотя бы соперника. И, наверное, счет, ну, счет хотя бы приблизительно, да, так скажем? Ну, вот. Ну, вот я только помню, что вот этот был в последнем туре, игра, вот этот гол был решающий. Мы вышли в стыковые матчи со светотехникой, а играли, по-моему, это на зрань была команда. Вот мы там выиграли 1-0, по-моему. Вот эту игру помню. Так, а остальные хотя бы приблизительно. 36-й тур вот взять, 16 октября 2001 года. Ну, вот все-таки на 85-й минуте забили, должны были запомнить. Ну, да, что-то было победное, но с какой командой, точно. На 3-й минуте, да, так скажем, да. То есть вот как-то так вот вы... То есть, получается, вы помните только самый последний тур, да? Ну, потому что этот гол... А первый тур? Первый стендер запоминается тур. Нет, ну, конечно, всегда в команде оставляют, когда ты в первом забил и в последнем. Все, и тебя уже не уберут. Тем более, этот гол вывел команду в стыковые игры. Вот еще одна такая небольшая подсказка. Может быть, команду вспомните. Вот из этих четырех голов две было забито в разных турах одной и той же команде. И вы разгромили, разгромили эту команду дважды. Да, это... Не подсказка, да? Нет, это не подсказка. Давай еще попробуем. Еще. Ты подскажешь что-нибудь еще? Нет, не могу. Нет, ну, у вас последний угадал? Сейчас мы узнаем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, да. Итак. А все сразу, да? Да. Значит, этот все... Первый тур Минвода. Первый тур, да, Минвода. И последний тур Минвода тоже. Поэтому я и помню, да? Значит, это не та игра. 0-11, да. Это не та игра. А то мы выиграли всего лишь один. Ну, видимо, не очень сильная была команда. Ну, вот Моздок мы, наверное, перепутали, да? А, вот Моздок. Моздок, вот он, да. Вот на 85-й муте, да. Это был 36-й тур, да. Предпредпоследний, да? А почему именно запомнилось то, что... А, ну, этот гол Грозному тоже помню. Тогда команда была... Ну, тоже ставила задачу выхода в первую лигу. Ну, Терек еще. Ну, да, это не Ахмат, конечно. А был Терек. А я что-то смотрю, думаю, они уже Ахматом назывались, что ли? Терек, нет, Терек. Терек, конечно. Это был Терек, да, да, да. От Игоря вопросы? Можно? Да, конечно, конечно. Виктор, как поживает Юрий Ваструхин? Юрий Ваструхин, ну, мы виделись года два назад. Работает прекрасно все, да. Если помните, по-моему, ему до сих... Нет, принадлежит рекорд по забитым мячам. 46 голов. Или, по-моему, его перебил Киселев такой был нападающий. Игорь Киселев за Краснодар. За Краснодар. Вот я не помню. Я подлично помню его, кстати, да. Ну, привет ему, Юрий. Хорошо. И как считаете, стоит ли проводить матчи без зрителей из-за риска распространения коронавируса? Ну, вот подходим мы к этой теме, да, подходим. Ну, если бы можно было так изолировать, ну, вчера показывают, ПСЖ играет с Барусией. Да, стадион пустой, а перед стадионом столько же народу как бы на футбол пришло. Они все там. Они же хоть смысл, да. Причем они еще там, у них гораздо ближе общение, чем... Нет, а сама трансляция, вы видели? Вот, конечно, это очень непривычно, когда все очень тихо. Пустые трибуны. Как у нас в 90-х было, на самом деле. Вот точно так же. Ну, не всегда так были матчи, которые собирали достаточно зрителей. Да, нет, это понятно. Но я имею в виду, что было много таких вот матчей. Еще вопрос? Давай еще вопрос. Общаетесь ли с игроками, с которыми играли раньше? Ну, конечно. С тем больше всего общаетесь? Ну, с Петром Костенко работали вместе. Общаемся с Александром Сергеевичем Тумасяном. Он сейчас тоже у нас работает в училище Олимпийского резерва. С Хандрусом Алексеем. Не так, конечно, как хотелось бы. Но дружеские отношения сохранить. Да, конечно. Братство такое армейское. Конечно, да. С Дымовым, с Гребещенко, с Тасенко. Со всеми. Да вы весь состав перепислилили. Весь состав. Практически весь состав. Виктор Николаевич, раз мы окунулись в историю, тогда, может, тоже еще раз. Вспомните ваш самый яркий матч, который до сих пор в памяти. Что запомнилось. Да. Вот в памяти до сих пор. Ну, в памяти это, конечно, эти две игры со светотехникой. Это самый пик карьеры. Особенно там, когда мы играли в таких погодных условиях, что сейчас бы это просто отменили бы. Поле это было просто... Ты картошку сажай, да? Ну, там в ластах лучше было бы плавать. Рыбу ловить, как Игорь Васильевич, да, как говорим? Виталий Тасенко там забил гол, это памятное, когда сравняли. И, конечно, стадион, когда 26 тысяч, там, к сожалению, ремонтировалась верхняя часть, там бы было все 33 тысячи. Это где, в Саранске там? Нет. Или здесь, здесь, на СКА уже, да? Здесь на СКА, когда, да, 26 тысяч, 7 ноября, полный стадион. Вы помните, да? Полная... Ну, это... Да. Еще в молодости была одна игра, финал Кубка России по мини-футболу. Мы с Диной играли. Такие были надежды, что уже... Ну, Дина тогда была команда очень мощная. Дина была тогда в этот год... Даже по мировым меркам это была... Эта победа им дала, они участвовали в Кубке чемпионов. А, к сожалению, Кубок Кубков только сделали, мы бы в финале тоже играли. Это на следующий год тогда еще не было. И вот эта игра тоже была запоминающейся. Ребят, ну что, перейдем на Ростов? Давайте переходим. Чуть-чуть обсудим, потому что люди спрашивают. Давайте немножко посмотрим. Игра была огненная, давайте небольшой клип. Отличный, кстати, клип сегодня получился. И тут вот Игорь пишет спасибо Сергею Письякову за спасенную игру. Ну, вот сейчас давайте посмотрим, за что ему спасибо, в общем-то. Ростов-ЦСКА давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот. Ну, да, сейчас поговорим о Ростове. Но прежде, Виктор Николаевич, такой вопрос. Баста вначале шустро взялся за помощь СКА, а сейчас его не слышно, помогает ли он команде. И второй вопрос был. Там девушка спрашивала, Анна, читает ли кто-то в команде рэп, вы слушаете что-то такое. И как Баста помогает? Хватает ли команде инфраструктуры, технических возможностей, материальных? Какие возможности нужно добавить для того, чтобы совершить прорыв? Ну, то, что в СМИ писали, что Баста выделил 10 миллионов, вот только мне пока это известно, да, больше. В чем добавить нужно? Ну, первое, вот я как сейчас болельщик, это первое. Ну, я знаю, что эти работы ведутся, нужно трибуну поближе, обязательно, вот эта дальняя, которая трибуна, ее обязательно подвинуть к полю. Все ругались очень сильно. Очень сильно. Километр до поля называется. Да, не видно. Это первое нужно сделать обязательно для болельщиков, чтобы было удобно смотреть. Потом, ну, тоже мой совет, где сидят запасные игроки и тренеры, нужно перенести, где были всегда, стояли на другую часть, половину поля, перенести. Потому что, во-первых, тренерам не видно, солнце все время в глаза, далеко до раздевалок, и, ну, нужно все-таки потихонечку, как было все на старом стадионе СК возвращать, нужно делать и боковые трибуны, которые за воротами, чтобы такая атмосфера была более уютная. Вот, ну, и главное пожелание руководству клуба, у команды должен быть дом. Вот, в наше время у нас была база, находящаяся в районе зоопарка. Вот сейчас она, конечно, в ужасном состоянии, я даже не знаю, что там, но вот у нас был дом, и у команды должен быть база, это первостепенно. Там поля должны быть, там должен медиковосстановительный комплекс быть, тогда можно решать и ставить большие задачи. Это вот первостепенно, нужно даже узнать, что там, вопросы по этой базе армейской. Потому что там, начиная от понедельника, Андреева, Воробьева, всех наших известных, готовились, на этой базе жили, занимались. Прекрасное место, вот, нужен дом команде. Надеемся, что так и будет. И желаем, на самом деле, команде всей души. А, ну, вот яркий матч получился, Ростов-ЦСК, да, возвращаемся опять же к этому матчу. Да, Григорий задает вопрос, как вы считаете, попадет ли Ростов в Лигу Чемпионов на следующий сезон? Григорий, мы считаем, что попадет, но точно не можем сказать. Это вопрос, что Валерия Карпина задать. Такого он тоже, наверное, точно не скажет нам. Не, на самом деле, мы от всей души желаем, безусловно, нашему клубу, но сложно, сложно сказать на следующий сезон. Виктор Николаевич, вы как считаете? Ну, в Лигу Чемпионов, но тяжело очень будет, потому что там Краснодар и Локомотив настроены на эту задачу. Ну, и ЦСКА еще тоже рвется, не пускает этого шанса. Ну, ЦСКА мы притормозили немножко. Ну, тяжело будет. А там все зависит от футболистов. По видео смотрели, вот эта вот травма Чистякова, желаем ему, конечно же, еще раз желаем всего хорошего. Кто его травмировал, Осипенко, случайно его травмировал. Ну, конечно же, это не специально, безусловно, было сделано. Да, глупо об этом говорить даже, вот. Но у нас есть его интервью, да, Осипенко, который рассказывает, в общем-то, как это произошло, и подводит небольшие итоги матча. Давайте послушаем. Такой момент, конечно, за спину, но я не видел его и потянулся ногой, конечно. Ну, последний момент уже сказал я, но у меня уже нога вверху была, так что такой момент. Это невзаимопонимание, просто из-за того, что много болельщиков не слышно было подсказ. Ну, там Хорик, он мяч не принял, я подсказал, что я, а он, опять же, не услышал. И скидывал назад, и все, там уже побежали. Ну, там уже, так сказать, догнали, но все равно там, не знаю, случайно попал он так. Ну, конечно, сами себе проблем, так сказать, нажили, но самое главное, три очка. Уже неинтересно никому, как мы там 3-2 или 4-3 выиграли, у нас три очка, самое главное. Ну, им уже отступать некуда было, они уже побежали просто все. Так, при счете, когда мы третий забили, они никуда не бежали. Так они чуть почувствовали, конечно, когда второй забили. И побежали, конечно, у нас какое-то волнение, наверное, пришло. Ну, самое главное, выиграли и все. Такие вот комментарии нашего новичка. Скромные комментарии. Но человек остановился, даже после того, как были ряд действий спорных достаточно, которые болельщикам могли не понравиться. Но на самом деле пожелаем Дмитрия, да, Сипенко? Дмитрий Максим. 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 Вот пожелаем Максиму, на самом деле, быть более удачным в следующих играх. Потому что он и автогол заработал. Ну, это тоже там. Ну, перенервничал парень. Ну, ладно, перенервничал. Нет, я говорю, я как раз так и желаю ему больше уверенности, на самом деле. Потому что молодой человек, достаточно перспективный. Виктор Николаевич, вы сильно нервничали, когда вот... Автоголы заработали. Нет, дебюты, дебюты, когда были вот в основе скавы ходили. Первые матчи. Ну, первый матч, конечно, когда... Помните это? 18 лет. Да, это 19 августа 1991 года еще чемпионат СССР был. Я, кстати, в первой игре изобил гол, но волновался, но потом... Но не автогол. Нет, нет, мандраж быстро прошел. То есть, прям реально был мандраж, так как коленки тряслись. Ну, выходишь, да, выходишь, но, конечно... Это дома было, да? Не помните? Это дома был, было... Такой командой был, а сигнал изобильный. Вот меня выпустили во втором тайме, и шестой гол 6-1 мы выиграли. Вот, кстати, эту игру я тоже помню, потому что первый выход за Скоростов в 18-летнем возрасте. Это здесь и в России. Когда только я и болел за эту команду, это было, конечно... А, вы и болели, да? Я с детства болел за Скоростов. А почему так получилось? Как так получилось, что за Скоростов? Отец с братом меня брали еще на игры, когда играли на кубок, кубков на эти. Когда с Динамо Киевым играли, со всеми командами высшей лиги, тогда СССР, Скай. И любовь эта с детства. И по сей день, да? И по сей день, да. Я хочу всех болельщиков пригласить 14 марта в 16 часов на стадион СКА, на Фурмановской, на игру нашей любимой команды. Да, принимаем, возобновляем чемпионат Махачкалу, принимаем соседи по турнирной таблице, потому что после 18 туров по 25 очков. Так что битва за 6 очков ожидает армейцев. И что дальше, что мы можем там пройти, Ром? Ну расскажи, как там дальше может пойти ситуация. Вот Динамо Ставра, можем обойти, да, в принципе? Можем обойти, но опять же тоже, как Динамо сыграет, как Дружба сыграет. Ну, в принципе. Не надо смотреть там далеко в календарь, нужно настраиваться на каждую конкретную игру и выходить, и максимально выполнять установки тренерского штаба и зарабатывать. А по первой части сезона, как в Омска? Смотрели наверняка много. Ну да, я практически был на всех играх в футбол, и Геннадий Николаевич Степушкин мне нравился такой, он более закрытый был, но что-то не получалось, такое бывает, может какого-то элементарного фарта не хватало, да. Во второй части, когда тренер поменялся, футбол стал более открытый, зрелищный. Молодой тренер? Так, молодой тренер, да, такой футбол больше болельщикам нравится. А специалистам больше нравится или меньше? Ну вот вчера Клоп сказал, что это, во что они играют, но эти слова все равно забудут, а результат останется, да. Поэтому во взрослом футболе первоочередное место занимает это результат. Давайте, вот у нас осталось буквально пару минут до конца. Тут ватсап можно? Ну да, быстренько, если только. Арташиса в студии ждателя Георгиевича, а еще Алексея Герасименко бы пригласить, чтобы команду Форта Таганрог презентовал. Мы обязательно это сделаем. А вот это мы постараемся. Да, на самом деле это, в принципе, реально, на самом деле все это, да, правильно? Вот, и я предлагаю, тут осталось буквально две минуты до конца передачи, да, вот так у нас быстро пролетело, как всегда, время. Давайте, ну так, попадет в тройку СКА, вот и почему по итогам сезона? Ну, я считаю, что обязаны попадать в тройку, потому что прошли великолепные сборы, участвовали в этом кубке. ФНЛ, хорошие спарринги, получили опыт громадный, играв с командами. Просто я по своему опыту знаю, мы один раз в Кудепсте на сборах сыграли в 98-м году с московским Спартаком, когда они в Лиге чемпионов выиграли 6 из 6. После этой игры можно было вообще не бояться играть ни с каким соперником. Причем мы вели долго 2-0, в конце только 3-2 проиграли. Но это очень хороший опыт, и потом ты просто раскрепощаешься и начинаешь на поле играть. Ну, понятно. Вспоминаешь, против кого ты играл, да, в общем-то. А минусы команды все равно же, новички, несыгранность. Опасения есть за это? Я думаю, достаточно времени было на подготовку, чтобы сыграться. Будет все нормально. Будем надеяться на это. Ну, а прогноз на ближайший матч, короткий. С Махачкалой. С Махачкалой, ну, 2-0 выиграем. Вот так. Дома обязаны, да? Обязаны. Ром, ты как думал? Да я думаю, что все-таки дома-то в первом матче весенний. Когда придет, я думаю. Да, я думаю, что стадион СКА будет забит под завязку в выходной день. И дай бог, чтобы погода была хорошая. 1-0. Я ставлю на СКА. Тебя не спрашивай, потому что у нас уже нет времени. Ребят, как всегда, дом футбольный очень быстро закончился. Пока-пока. В прямом эфире, как всегда, по всем ребятам. Пока-пока. Футбольные выходные. Всем успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова